Есть ли жизнь на Марсе? Так вот, насколько я понимаю, говорят, есть. Да, вопрос, казалось бы, сакраментальный. Он стал таковым ещё с 1956 года, когда мы услышали и вопрос, и есть ли жизнь на Марсе, и ответ на него из уст лектора общества по распространению. Так вот, ныне ситуация изменилась. И этот вопрос уже не звучит столь сакраментально. Хотя бы после того, как объявился удивительный человек, некто, профессор, энтомолог, с 45-летним стажем из университета Огайо, некто Уильям Рамозер, который, выступая, ну, это не так давно было, на собрании американского энтомологического общества сообщил, что увидел насекомых на Марсе. Ну, вот тебе ответ, понимаешь, устами вот этого профессора. Слушайте, ну, на Марсе никого не было. Туда, там люди, кроме как в кино, ногами не ходили. Люди-то не ходили, но ездили и до сих пор. Ездят самоходные аппараты, оснащённые очень качественными фотокамерами. Давичи ездили два, Спирит и Апочунити. А, Апочунити, да. Да, Спирит и Апочунити. И сейчас есть, вот, они как-то так, как-то от них, один там завяз в песках, другой тоже что-то там подзамёрз, как-то уже отключился. Апочунити-то во всё функционирует с 2012 года, бороздит просторы экваториального кратера Гейла и шлёт нам на Землю удивительные карточки, которые делают с помощью своей навигационной камеры. Вот у неё такая камера на штанге, камера заднего вида. Ну, что там только нет. Карточки потрясающие. И вот эти карточки рассматривают всякие энтузиасты. В последнее время их стали называть виртуальные археологи, виртуальные биологи, я не знаю, виртуальные антропологи. В зависимости от того, что они находят на этих карточках. Они смотрят внимательно тысячи этих карточек, увеличивают. И находят там разные предметы, которые, по идее, не должны были бы на Марсе существовать. Там башмак какой-то, знаешь, какие-то ручки, какие-то штуковины. Какой-то чуть ли не вагон метро находили в своё время там. Вагон метро нашли, это, знаешь ли, на снимках с орбиты. А это вот, а это на поверхности. Поэтому находят, ну, всякая такая мелочь. Ну, какие-то предметы каких-то правильно геометрических форм. Знаешь, ложки, тарелки, бревнок. Ну, в общем, вот всякое, всякое такое, всякое чудо. Кто-то, кто-то видит шкелеты, черепа. Значит, даже указывали на якобы скелет человека, придавленный какой-то там плитой. Вот, смотрите, вот череп, вот рука торчит. Всякое такое. Их много, вот этих виртуальных исследователей. Но впервые среди них завёлся настоящий учёный. Вот этот Уильям Ромозер. А, то есть, то были просто энтузиасты, которые любят рассматривать фотографии. Не важно, кто он, электрик или ещё кто-то. И они что-то там якобы находили. Якобы что-то находили. Говорят, смотрите, смотрите, очень похоже на, я не знаю, пистолет находили. А вот, смотрите, говорит, шарик. Ну, откуда шарики могут быть? Шарик такой размером с бильярдный. Ну, всякое вот такое. А тут энтомолог, настоящий автор четырёх учебников, профессор. Значит, я посмотрел, залез, посмотрел его карточки. Такой солидный дядька с женой, значит, стоит. И говорит, а на зигомой на Марсе? И показывает снимки своим коллегам. Ну, значит, ладно бы коллегам. Это всё публикуется в почти научных журналах. И вот, смотрите, говорит, вот брюшко, вот крылышки, вот, говорит, глаза, вот, говорит, усики. Вот, а вот шесть, вот шесть ног. И пока на Марсе, говорит, смотрите, вот эта, вот штуковина эта лежит. Говорит, а если бы мы нашли вот нечто такое на земле, мы сказали, что это точно насекомое. Вот, да и ни одно насекомое он нашёл, какие-то похожие на пчёл, какие-то у него похожие на оск, какие-то на жуков. Милости просим к нам на сайт, вот, там есть все эти картинки, даже разрисованные самим вот этим профессором, где он показывает, где там вот этого у марсианского объекта, где брюшко, где крылышки, а где что? Говорит, вот, всё, насекомые на Марсе. И, кстати, он был бы, ладно, ладно, был бы один такой, но они как-то вот пошли, что-то чередой такой, чередой пошли. Потому что до него, до него сложную жизнь на соседней планете нашли учёные из США, Италии и Индии, которые пошли дальше выступлений на всяких симпозиах, ну, ладно, вышел, рассказал, говорит, слушайте, я нашёл насекомых на Марсе, все дружно поаплодировали, похихикали, ну, и всё, спасибо. Вот, так они, эти вот учёные, нашли, опубликовали в научном журнале, астробиологический журнал называется, статью под названием «Свидетельство жизни на Марсе и вопрос». Они так, ну, всё-таки не до конца осмелились, чтобы прям так утвердительно, вот, а так с вопросом «Свидетельство жизни на Марсе?» Мол, ну, считай вопрос, есть ли жизнь на Марсе, и то же самое, только, знаешь, немножко-немножко перефразировал. Так они не насекомых показывают, естественно, тоже карточки рассматривают, вот, а показывают карточки, на которых какие-то шарики. А шарики, опять же, заходите к нам на сайт, посмотрите, а шарики, ну, вылитые дождевики земные, ну, а потом говорят, смотрите, вот это грибы, похожие на дождевики. А вот это вот дальше показывают, вот, смотрите, видите, какие-то наросты белёсые, видите, какие-то зеленоватые наросты, а видите, какие-то вот, такие пятна какие-то по камням. А что это? Это лишайники. И это лишайники и плесень. А лишайники и плесень, это же тоже жизнь на Марсе. До них, вот эти подключились-то учёные, но до них-то полно чайников было, которые показывали и публиковали вот эти снимки. А смотришь, и в самом деле удивительно. Вот один снимок, сделанный вот этим самым, камерой Curiosity, вот этого, ровером любопытства. В кадр попадает какой-то некий белёсый объект. Не смотришь, вот он такого размера. Даже следующий кадр сделан через несколько дней. Этот же объект, но только становится больше. Я говорю, смотрите, это вот такой гриб, и он просто вырос. А потом показывают. Ещё снимок находят, то есть они роют, 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 не переставают, находят ещё один снимок. Говорят, смотрите, вот это же место, да, вот эти, видите, вот эти же камни, вот это всё лежит. Ну там ничего нет. А, ну то есть он на тот момент просто не вырос ещё. Не вырос. И вот думаешь, господи, ну в самом-то деле, а что же это, что же это такое? Потому что в НАСА, ну в котором, собственно, эти снимки им принадлежат, вообще они молчат. Поэтому только как будто ничего не происходит. Кругом шумиха, ах, грибы на Марсе, ах, да кто, а сё. Молчок. А почему? Они специально подогревают интерес, что ли? Или в чём вообще задумка великая вот эта? Есть такая гипотеза. Есть, конечно. Потому что все эти исследования требуют денег. А вот эта, скажем так, информация о них, она находится на таком уровне, что то ли есть что-то там, то ли ничего, то ли ничего нету, то ли вот нечто странное. То есть вполне, то есть в НАСА всегда относились к подобным вещам, к подобным свидетельствам, но как-то так. Ну, типа, ну ладно, там, ребята, давайте, а мы тут, ну... В общем, мы тут, вы говорите, что хотите, а мы тут работу делаем. Да, мы тут серьёзную работу, знаете, мы ищем жизнь, знаете, на Марсе микробов всяких там, вот, а следы, а вот всякие грибы с насекомыми. Ну, давайте, давайте, вот, мы серьёзным делом заняты. Всегда было так, вот. А тут вдруг случилось совершенно неожиданно. Вдруг НАСА разразилось комментарием. И мы говорим про жизнь на Марсе, которую нашёл учёный, между прочим, на НАСА-вских фотографиях, и НАСА впервые, впервые прокомментировало, ну, вот эти вот слухи о том, что якобы, якобы там на Марсе кто-то может быть, кто-то, я сейчас говорю именно по-русски, да, вот это в английском, там всякие животные, насекомые, они неодушевлённые. Ну, так правила английского языка такие. А по-нашему, это они все одушевлённые. Значит, если там жучки, паучки, то они кто-то, и это значит, что есть жизнь на Марсе. Так что там НАСА говорит? Да, мы говорили о том, что профессор-энтомолог, уважаемый с 45-летним стажем, учёный из университета Огайо, автор четырёх учебников по энтомологии, говорит, что на Марсе, он увидел, лично увидел на Марсе насекомых, естественно, на снимках, которые передал ровер Curiosity, и показал, что, где они там всякие, вот, идут на это, буквально через два дня. Через два дня появляется комментарий. От имени НАСА выступила некая Алана Джонсон, это спикер агентства. И я не думаю, нельзя назвать её учёной, ну, как, ну, спикер, пресс-секретарь. Ну, он пресс-секретарь. И со следующими словами. Научное сообщество в своём большинстве придерживается мнения, что нынешние условия на поверхности Марса таковы, что там не может быть ни воды в жидком виде, ни сложной жизни. То есть она говорит, Рамозер, ты, конечно, там нашёл что-то. Она не говорит, она не произносит слово «рамозин», она не произносит слово «насекомые», вот, но из её комментариев можно понять, что Рамозер, мягко говоря, неправ. Как это может быть жизнь, если там нет воды и практически нет воздуха. Далее, значит, она, эта самая Лана прогоняет, что, конечно, НАСА озабочена поисками жизни в Солнечной системе, но той, которая может где-то существовать помимо Земли. Например, собираются отправить экспедицию на одну, на один из спутников Юпитера, на Европу, где вроде бы есть подо льдом океан, там поискать. А что касается жизни на Марсе, то, наверное, стоит сосредоточиться на поиске её следов, той жизни, которая возможна была в прошлом, но, опять же, не сложная, а какая-то бактериальная. Всё, ну чё, умно, толково, если бы ни одно обстоятельство. Точно, просто слово в слово, под копирку, ну просто вот ставишь один комментарий и другой, точно такой же комментарий прозвучал примерно где-то за месяц и за три до этого, но из уст другого спикера, тоже НАСА-вский, другой спикер, значит, Аллард Бютл, тоже, кстати, служащий из пресс-службы НАСА, слово в слово, но совершенно по другому поводу. А повод-то был куда более серьёзный, чем даже вот эти насекомые на Марсе. Ну мы-то понимаем, что, наверное, вряд ли, но увидел деток там насекомых, ну а может быть, ну кто его знает, вот. Но вот этот самый комментарий НАСА, который в точь-в-точь повторил вот этот комментарий, который был дан по поводу насекомых, относился к заявлениям и публикациям другого учёного, которого звали Гильберт Левин. Гильберт Левин – это такой биолог, астробиолог, который ещё в 1952 году разработал схему эксперимента по поиску вообще внеземной жизни. А в 1976 году осуществил этот эксперимент с помощью аппаратов «Викинг», два которых приземлились на Марсе как раз в 1976 году в разных местах, где-то порядка там 9 тысяч километров один от другого. Суть эксперимента. Берёт лопатку, аппарат выдвигает, накопает грунт, загружает её в себя, дальше помещает этот грунт в питательный бульончик, чуть-чуть нагревает, вот, и смотрит, что происходит. Идея такова, если в грунте содержатся некие бактерии, то попав в питательную среду, а именно в этот бульончик, они начнут проявлять активную жизнедеятельность и выделять углекислый газ. Что и произошло. Датчики зафиксировали интенсивное выделение углекислого газа, причём на одном «Викинге», где был проводил, и на другом, где проводился точно такой же эксперимент. Левин говорит, ребята, да мы нашли жизнь на Марсе. У нас почему-то, да нет, 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 да не может такого быть. И объявили, что это не бактерии газовали, а просто была реакция самого грунта, химическая реакция самого грунта с вот этой питательной средой, которую доставили с земли детской. Вот что-то там произошло, химия, и выделился газ. Ну, натурально. Левин расстроился, говорит, да нет, это же бактерии. И вот с 1976 года он, значит, выступает, публикует в разных журналах доводы какие-то. У него даже сторонники нашли, которые там провели математическое моделирование, доказали, что вот те результаты, которые были получены, они не могут относиться к неживой природе, чисто к химической реакции, потому что они такие сложные, что наверняка была какая-то биологическая среда. А ему говорят, да нет, да нет, 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 нет. И вот недавно появилась еще одна публикация, опять же, в серьезном журнале, на которую вот как раз где-то, ну, где-то три месяца назад и отреагировал НАСА. Ну, почему они слово в слово одно и то же? Вот что этому Левину сказали, что этому Рамозеру ответили одним и тем же текстом? Чтобы работать меньше, один пресс-релиз гоняют туда-сюда, вот и... А это наводит на мысли. Что? Ничего они там не анализируют, не разбираются, есть ли насекомые на Марсе. Вот если у этого объекта, на который указывают Рамозер, брышко там, я не знаю, и усики, да, или вот что касается Левина, поднять результат, еще раз, еще раз посмотреть, ну, как-то с лично провести какую-то, я не знаю, аналитическую работу. Никакой аналитической работы в НАСА по этому поводу они не проводят, не проводили, а как мы говорим по-русски, отделались отписками. А это уже как-то настораживает. Может, они что-то скрывают? Может, там, может, в самом деле насекомые есть, а может, в самом деле там микробы есть. Так вот, вот этот Левин, который разработал и провел эксперимент, говорит, я на 99% убежден в том, что на Марсе есть жизнь. А 100% гарантию даст ли только микроскоп доставленный на Марс, который, ну, не знаю, передаст фото вот этих, вот они, вот они, бактерии. К слову сказать, такой прибор, который позволяет сильно что-то увеличивать, там на кьюриости есть, но пока в этом смысле, чтобы что-то вот такое живое увеличить, никто пока ничего не увеличил. Ну что ж, будем ждать, будем ждать. Может, придет что-нибудь действительно к нам с Марса. В хорошем смысле, не в смысле придет там нашествие какое-нибудь марсианское. Нет, ну, какие-нибудь хорошие новости. Что ж, спасибо большое Владимиру Игоревичу. Владимир Логовский, научный обозреватель комсомольской правды, был с нами в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Друзья, слушайте теорему Логовского. На комсомолке мы вам еще не такое расскажем. Продолжение следует...